Вы готовы? Мы готовы? Вы готовы? Поехали! Друзья, всем привет! Сегодня будет блюдо урожаевое. Ну, конечно же, у всех растут кабачки. Во-первых, это сезон. Во-вторых, это вкусно. В-третьих, это полезно. И в-четвертых, это может быть феерично. Я уверен, на миллион процентов он безумно понравится. Готовится очень быстро, но самое главное – вкусно. Вот это я понимаю. Запеченные кабачки в чесночно-сырно-томатно-сливочном соусе. А? Понимаете, да? Как нарезать? Я люблю, чтобы кабачок был сочный, мясистый. И он должен быть тогда нарезан минимум сантиметр толщины. А теперь айда к плите обжарим. Растительное масло солить не надо. Кабачки будут выдавать жидкость, и чуть попозже они начнут стрелять. Будьте, пожалуйста, предельно аккуратны, внимательны. А теперь берем две вилки. Когда уже кабачки начинают потрескаться, и вы видите, что появляется глянец, значит, можно переворачивать, можно уже уменьшить огонь. Все очень просто. Раз, спокойненько. Вот, видите? Опс-опс-опс-опс. Все. Теперь обжариваем на этой стороне. Это очень важный момент и лайфхак от шефа. Никогда не солите кабачки, когда вы жарите их в масле. Потому что соль начнет выдавливать жидкость, и руки пораните, и у вас здесь все будет в масле. Поэтому потом посолим, потом добавим соус и тому подобное. И теперь мы просто-напросто берем и выкладываем красиво. Теперь начинаем готовить соус чеснок. Добавили. Рубленную петрушку. Сливки. Молотый кориандр. Пол чайной ложки. Паприку. Одна треть чайной ложки. Томатную пасту. Соль. Ну и, конечно, пепер. Обязательно пробуем. Ну, а дальше, друзья мои, все очень просто. Берем вот как раз тертый сыр. Сюда можно использовать, если быть откровенным, любой сыр, который вы любите. Перемешиваем с чесночком, с паприкой, с кориандром. Начинаем обильно вот так вот покрывать. А вот теперь уже можно ставить в солярий на 200 градусов. Буквально на 10, максимум 15 минут. Как я говорил, самое главное – это добиться от кабачков чего? Правильно. Красоты. Вау. Вау. Ац. А? А? Красивый колер. Быть откровенным, так не хочется все это рушить или ломать. Но что поделать. Готовим кабачковую икру замовскую. Я готовлю не классику, я готовлю так, как я это люблю. У меня здесь еще есть картофанчик. Все продукты либо здесь, либо, соответственно, здесь. Картофан. Почему я добавляю? Ну, во-первых, это вкусно, аромат. А во-вторых, картофан так или иначе придает икре ту плотную текстуру, дабы намазать на блин, на хлебасик, на греночку. Я сразу включу кастрюльку, дабы сия кастрюлька нагрелась. Очень хорошо. Здесь чем все интересно? То, что мы режем все произвольно. Помидоры, кстати, можно и бестолковые добавлять. И вот здесь сделать чесночное масло. Айда к плите готовить. Никакое не оливковое масло добавляем. Простое наше масло, рафинированное. Хорошо разогрели и, само собой, вот все, задымились. Кабачки сразу же добавляю вместе с картофаном. Очень ярко обжариваем. Если в картофеле есть крахмал, в кабачках очень много воды. И поэтому они такие очень влажные. И хочется, чтобы икра была именно реально сухая. Чтобы она не отсекалась, добавляются лук и томаты. Паприку, полторы ложки кориандра, две чайные ложки соли. Перец очень ядреный, поэтому одна чайная ложка. Ой, запахан-то какой идет, а. Чеснок обязательно. Вообще просто сумасшедший. Сейчас надо добиться того, чтобы очень хорошо овощи спассировались, поджарились. Помидоры превратились в соус. Сильный огонь. Накрываю. Пусть все там жарится, 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 жарится. Десять минут просто трэша какого-то. У нас получилась ароматная жижа. Перекладываю в камеру ручного блендера. Когда у вас будет под крышкой находиться, будет образовываться влага. За три минуты до готовности откройте крышку и протомите не под крышкой. Для того, чтобы влага немножко выпарилась, чтобы кабачки были в меру сухими. Вставляем. Ну и поехали. Но мне не очень нравится текстура. Блендер что-то оказался слабоватым. Есть кусочки, а мне это не нравится. Кабачковая икра, она и в Африке кабачковая икра. Она вот сейчас у меня постыла. Видите, ты посмотрите, как настоящее заморское. Как ни крутите, а это вкусно. Готовьте со вкусом. Вот такую вот кабачковую икру. Рецепт один из моих любимых. Кабачки жареные с томатами и жареным сыром. Кабачки лучше всего где-то около 1 см толщиной. Нарезать. Добавлю муки. Мне надо хорошо, не спеша обвалять. Кабачки укладываю в масло. Мы разогреваем на восьмерочке. Никакая девятка здесь не идет. А потом просто-напросто переключим на семерку. Дальше. Помидоры. Не прозевать. Опа, видите? Опа. Переворачиваем. Теперь сюда в помидоры добавляю соль. Добавляю перец. Добавляю оливковое масло. Щепотку сахара. Так, теперь нарезаем зеленый базилик. Добавляю в томат. Мелко-мелко порубили чеснок. Смотрите. Что касается сыра. Сыр должен быть твердым. Сыр должен быть правильным. Но не обязательно, чтобы сыр был большими кусками. Сыр хочу порезать также. 1 см толщина. Теперь осталось прижарить сыр. Налью небольшое количество масла. Разогреваем. Пока у меня сыр обжаривается, петрушка мелко-мелко-мелко-мелко-мелко порубим. Сыр хорошо обжарили. Ну, а теперь его можно смело брать и выкладывать. Посыпаем все петрушкой. Сверху сначала поливаем вот этим томатным соком. Ну, а теперь, соответственно, обсыпаем все помидорами. И вот уже в конце оливковое масло, пару капель, базилик. Еще посыпаем вот так перцем. Вот такие жареные кабачки с томатами и жареным домашним сыром готовы. Приятного аппетита! Что это за блюдо? Морковный фреш, растительное масло, чечевица отварная, кабачок, картошка, чеснок, молотый кумин и свежий шпинат. Мне надо нарезать одинаковым кубиком. Чечевицу я заранее уже отварил. Айда к плите. Наливаю небольшое количество растительного масла. Ароматизирую чесночком. Добавляю нарезанный картофан и кабачки. Очень важно прижарить до корочки. Блюдо готовится очень быстро, как мы любим в современном мире, если вы заранее отварили чечевицу. Видите, уже картошечка начинает румяниться. Я добавляю чечевицу. Чем больше, тем вкуснее. Соль. Пепер. Придадим немножко восточного колорита. Мне вот просто нравится молот кумин. Теперь все это женим. А теперь в ход идет морковный сок. Пробуем на вкус. Игра вкусов очень необычная. Даю в морковном соке провариться все это при среднем огне в течение 10 минут. Когда картофель уже готов, становится мягким. В действии идет шпинат. Немножко еще приперчили. Присолили. Обязательно, видите, должна быть влага. Полминуты всю эту историю протушили. И вуаля! Все готово. Вот видите, сочок. И выкладываем тарельку. Лучше всего, чтобы она была с углублением. Приятного аппетита! И как всегда, до новых вкусных встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok